Здравствуйте! Вечер, воскресенье. Время подвести итоги. В эфире программа АПТА. Я, Антония Хоменко и мои коллеги расскажем все, чем запомнились уходящие 7 дней. Они строят города, соединяют дороги и создают облик мира. Сегодня строители отмечают свой профессиональный праздник. Качество и сроки в приоритете контрольный объезд строящихся объектов областного центра выявил много недочетов. Акимобласти жестко спросил всех, кто в ответе за качество и сроки важных стройобъектов. В борьбе с пандемией уровень заболевания в области пошел на спад. Принятые карантинные ограничения и ряд эффективных мер влечении дали свои положительные результаты. Память вечно. Коронавирус забрал много выдающихся людей. Отныне специальный видеоматериал пронесет через года память о людях, которые своим делом оставили яркий след в жизни страны и нашей области. В поиске компромисса, как далее поддержать предпринимателей и повысить занятость населения с бизнесменами и правозащитниками, области обсудил Амандык Баталов на специальной встрече. Под контролем в стране запрещены массовые мероприятия и введено обязательное ношение масок. Как граждане соблюдают карантин и заботятся о своем здоровье и безопасности, мониторит специальная группа. Они строят города, соединяют дороги и создают облик мира. Сегодня представители самой благородной и созидательной профессии отмечают свой праздник. Чувствовать строителей начали еще в СССР. Праздник стал популярным и любимым, ведь, пожалуй, нет профессии созидательной, ведь все, что нас окружает. Города, в которых мы живем, улицы, по которым ходим, больницы, в которых лечимся и школы, в которых учимся. Все создано руками строителей. Это тяжелый и такой важный труд на благо каждого из нас. А потому самые искренние поздравления сегодня в честь строителей. Для Акима области это больше, чем праздник. Это призвание, которому он посвятил свою жизнь. Областной центр за последние годы буквально расцвел и масштабно расширил свои границы. Украсив свой облик уникальными архитектурными объектами. И в этом заслуга строителей, которым Аманек Баталов посвятил самые добрые слова поздравлений. Приближается один из самых близких мне праздников – День строителя. Я горжусь, что я по профессии строитель. Начиная от мастера, прораба, прошел все ступени этой замечательной профессии. Последующим стал руководителем крупной строительной организации города Алматы. Мои дети гордятся, что я построил немало замечательных, красивых и уникальных объектов, которые украшают архитектурный облик городов Алматы и Талдукургана. Поэтому у меня самые теплые отношения к строителям и проектировщикам, с которыми я прошел свой жизненный путь. От всей души поздравляю всех представителей строительной отрасли с профессиональным праздником. Желаю крепкого здоровья, благополучия, добра и удачи. Аким Алматинской области, Амандык Баталов. Качество, сроки, эстетичность – это именно то, что всегда отличало добросовестные строительные компании. Это именно то, что так важно сегодня, когда страна переживает трудные времена, и именно сейчас, как никогда, нужны вовремя возведенные добротные и красивые социальные объекты для населения. Таким обещает стать крупнейший в стране крытый плавательный бассейн в Талдукургане. Это не просто современный спортивный объект. Он станет центром спортивного воспитания молодежи. И непременно в его стенах вырастет не одно поколение новых спортивных звезд. Уже в этом году состоится его долгожданное открытие. Сооружение олимпийского стандарта практически готово. Остались последние штрихи. Еще одним важным событием станет открытие стратегически важного объекта – инфекционной больницы. Быстро возводимый госпиталь обещают построить всего за 40 дней. Новости хорошие. Объекты внесут весомый вклад в архитектурный облик областного центра и станут его новым украшением. Добиться этого и требуют от подрядных организаций и своих курирующих замов Акимобласти. Но вот в ходе прошедшего в минувшую пятницу контрольного объезда качества строительных работ нареканий у Аманды Кабаталова было немало. Акимобласти детально проверил каждый участок, указал на недоработки и жестко спросил всех, кто в ответе за качество и сроки важных стройобъектов. Уже в этом году состоится долгожданное открытие крупнейшего в стране крытого бассейна. Сооружение олимпийского стандарта практически готово. Остались последние штрихи. Еще одним важным событием станет открытие стратегически важного объекта. За рекордный срок – 40 дней – планируется построить инфекционную больницу в областном центре. Корпус поднимается из быстровозводимых конструкций. Рассчитано лечебное учреждение на 200 коек. Объект в скором времени оснастят современным медоборудованием. Уже ведутся переговоры о закупе. Уютными по проекту ожидаются не только палаты для пациентов, но и прилегающая территория с прогулочной зоной. На сегодня мы полностью разработали весь котлован. Четыре подбетонки уже приняты. Первый фундамент, наверное, мы субботным днем примем. То есть мы сейчас уже вяжем. Самое главное сейчас закладные. Сейчас в целом от Акимата все, что нужно для работы, предоставлено. Остальные все моменты мы в рабочем порядке утверждаем. Ждет открытие студентское общежитие в одном из живописнейших уголков города, микрорайоне Каратал. Объект рассчитан на 280 мест полностью готов. Каждая комната и секция больше напоминают гостиничные номера. Словом, все условия для комфортного обучения и проживания созданы. Интернет же в Тарварове. Если дистанционно до интернета нет, я хочу сюда заселить. Интернет пустит, пусть здесь живет и учится. Современное здание неординарного архитектурного решения должно притягивать взор, а прогулочная зона располагать к комфортному отдыху. Нужно красивое озеленение. Для этого проектом уже предусмотрены декоративные кустарники, цветники и газоны. Однако до сих пор ничего из вышеперечисленного нет. Работа по благоустройству не проводилась должным образом. Это и есть основная причина задержки открытия. Глава региона потребовал устранить имеющиеся недостатки. В кратчайшие сроки нарекания Акимобласти высказал своему первому заместителю, курирующему строительство и заместителю Акима города. Кроме того, не удовлетворил Акимобласти благоустройство коттеджного городка. Здесь уже проживают свыше 150 семей. Дабы создать для заселившихся все условия, Амандык Баталов создача первых домов в прошлом году поручил построить спортивную и детскую площадки со всем инвентарем и удобствами. Средства были выделены еще в феврале. Однако на протяжении семи месяцев подрядчик буквально водил заказчиков за нос. Работы нулевого цикла начались лишь сейчас. То есть только-только равняется грунт под объект. По нормам градостроительства в каждом новом жилом массиве должна развиваться и инфраструктура. А поскольку в коттеджном городке жилье выделяется семям из категории социально уязвимых, то в шаговой доступности должны быть и торговые точки. Создание комфортных условий. Вот главное требование Акимобласти к застройщику. Чтобы элементарный закуп продуктов не превращался в долгое и дорогое путешествие в супермаркет, на другом конце города Акимобласти поручил провести конкурс для возведения мини-маркета. Однако и здесь доверенные лица подвели главу региона. Магазин больше похож на ларек. То есть фактически начисленность населения, которое будет жить в коттеджном городке, этот магазин катастрофически мал. А прогулочную зону по проекту, проходящую вдоль всего городка, и вовсе необходимо демонтировать и выкладывать заново, поскольку строители на свой вкус успели положить брусчатку и бордюр, который местами уже дал трещину. Серая невзрачная плитка отнюдь не добавит хорошего настроения тем, кто будет лицезреть ее ежедневно. Таким образом, доклады, которые делали ответственные должностные лица, неоднократно оказались далеки от реальной картины, а точнее, несоответствующими действительности. Такое отношение к работе возмутило Акимобласти. Мрак халковой, это не для меня. Мин арна и гельтон, потому что я видел, я знаю, что они врут. Крытый бассейн – один из крупнейших строительных проектов страны. Смелое архитектурное решение и неповторимый дизайн придают сооружению особые величия и грандиозность. Здесь любой желающий может заняться одним из четырех водных олимпийских видов спорта. Здесь должны вырасти новые чемпионы. Благо, оснащение это позволяет. Плавательные бассейны, три вышки для прыжков разной высоты, зрительские трибуны на 600 мест. Молодежь Алматинской области, которая будет тренироваться в Талдукурган-арена, еще заявит о себе на мировом уровне. И не единожды уверен глава области. Уже в текущем году объект будет сдан в эксплуатацию. Все работы идут по графику. Отчиталось руководство подрядной организации. Но и тут не обошлось без нареканий. Все так же благоустройство территории. Проект не готов. На проведение экспертизы компания-проектировщик документы подала слишком поздно. Хотя времени было предостаточно. Как следствие, затягивание проведения тендера. Чего задержались? Слушай, мы уже заканчиваем. До сих пор у тебя поезды нет. Экспертизы нет. Вот настоящие профессионалы заканчивают. Уникальный объект. Уникальность в республике, может, в Средней Азии даже. А вы плоскостные сооружения. Вот называется это плоскостные сооружения. Вот это вот. Понимаешь, вот это, видишь? Это стоянка, вот это вот дорожка, вот это вот тротуарчик. Понимаешь, плоскостные сооружения. Благоустройство не можете. Во время осмотра объекта глава региона внес ряд корректировок в оформление здания. Амандык Баталов посчитал цвет стен тусклым и поручил перекрасить выбранные участки в яркие тона. Кроме того, расположение парковки также выбрано неудачно. Необходимо в срочном порядке исправить все недостатки, так как время поджимает. Само же здание спорткомплекса возводится не только быстро, но и качественно, отметил глава региона. За профессионализм и высокоорганизованный труд в преддверии профессионального праздника. Руководителю подрядной организации АБЦ Куркем Хрлос Амандык Баталов вручил нагрудный знак «Дослуженный строитель Казахстана». На следующий день 95% окончено, все оборудование установлено, занимаемся отделкой и ждем второй этап. Второй этап входит в благоустройство, сети, электричество и прочее. Чтобы по окончании полностью сделать пусконаладку, нужно нам электричество и воду, подачу все в бассейн. Уже в скором времени решится наболевшая проблема жителей дачного общества «Красный камень». Два его берега долгие годы соединял лишь старый пешеходный мост. В ходе прошлогоднего объезда глава региона пообещал дачникам новый мост, по которому смогут проезжать не только легковые автомобили, но и грузовые, с углем, кирпичами, бетоном, щебнем и прочими необходимыми в частном секторе материалами. Но при этом, учитывая такие перспективы, как демографический рост, увеличение числа автомобилей Акимобласти, распорядился построить два моста. И оба будут сданы уже в октябре. Дамир Анитов, Айдос Калиев, Мадива Ибусынов, Телеканал ЖЦУ. В Казахстане опасаются второй волны коронавируса. Президент поручил предпринять все меры по недопущению подобного сценария. На очередном селекторном совещании правительства Оскар Мамин поставил ряд главных задач по сдерживанию пандемии. На данный момент, по словам премьера, пик заболевания пройден, и же суточный прирост подтвержденных случаев коронавирусной инфекции значительно снижен. И сегодня не превышает 1,2%. На сегодняшний день выздоровевших уже более 70% от всех заразившихся. По итогам недели улучшения показателей наблюдаются сразу в ряде регионов, а также в столице и Алматы. Алматинская область вошла в пятерку регионов, где ситуация с COVID-19 стабилизировалась и пошла на спад. Впрочем, это не повод расслабляться, подчеркнул премьер-министр и поручил усилить противоэпидемиологические мероприятия. Подробно обсудили на заседании правительства и вопрос подготовки к предстоящему учебному году. Оскар Мамин дал задание до 20 августа организовать Республиканское родительское собрание в онлайн-режиме с подробным информированием по предстоящему учебному процессу. Вместе с этим чиновник сообщил, что правительство обеспечит передачу порядка 500 тысяч компьютеров для использования детям из наиболее нуждающихся семей. До начала учебного года осталось меньше месяца. Подготовку нужно значительно активизировать. Важно доработать всю методологию обучения, провести большую разъяснительную работу среди детей, родителей и педагогов. Акиматам дополнительно проработать вопрос обеспечения компьютерной техникой на местном уровне. Выдачу учебников завершить до 25 августа. Все бумажные версии учебников обязательно должны сопровождаться электронными форматами, размещенными в открытый доступ. Ну а с нового года учителей ждет повышение зарплаты по поручению президента сразу на 25%. Обеспечить запланированное увеличение зарплаты, а вместе с тем продолжить работу по повышению статуса педагогов. Глава государства поручил министру образования и науки Асхату Аймагамбетову. Хасымжумар Токаев заслушал отчет министра о ходе подготовки к новому учебному году. Президент указал на исключительную важность обеспечения организационного начала учебного года, особо отметив необходимость оказания поддержки детям из уязвимых категорий при обучении в дистанционном режиме. Хасымжумар Токаев также поставил задачи по дальнейшему расширению академической самостоятельности вузов, повышению качества высшего образования и развитию вузовской науки. Подготовка к новому учебному году – задача номер один и для всех руководителей на местах, отметила Акимобласть, проводя на этой неделе совещание с регионами. «Обеспеченность отдаленных сел интернетом от детей из малообеспеченных семей с современными гаджетами – это то, что необходимо сделать в первую очередь», – подчеркнула Аким. Пандемия, как известно, нарушила привычный уклад школьной жизни, и 1 сентября ученикам придется сесть не за парты, а за компьютеры. Так, по крайней мере, пройдет первая четверть. Как далее будут обстоять дела, будет зависеть от текущей эпид-ситуации. А на сегодня в Алматинской области стабильная. Более того, заболеваемость пошла на спад. Впрочем, чтобы и далее результаты радовали, в области предпринимаются немалые усилия. Анализ последних семи дней показал – карантин и усиленные ограничительные меры дают свои положительные результаты. Значительно уменьшен ежедневный прирост больных. Число выздоровевших уже превысило 3,5 тысячи человек, что составило большую долю от числа всех заразившихся. Особую роль в стабилизации эпид-обстановки сыграло и увеличение проводимых ПЦР-тестов. Сегодня в сутки их проводят около двух тысяч. Своевременное выявление повлияло и на число тяжелобольных. Всего за неделю количество пациентов в больницах снизилось с 87 человек до 30. К слову, хорошим подспорьем в борьбе с COVID-19 стал недавно созданный ситуационный центр. Специальная платформа данных позволяет принимать эффективные решения в лечении больных на основе новых данных, цифр и фактов. Акимомласти поручил процесс проведения лечения взять на жесткий контроль, а также продолжить закуп кислородных концентраторов и аппаратов ИВЛ для больниц. Еще одно поручение Амады Кабаталова – усилить работу мониторинговых групп по соблюдению карантина. К ожидаемой второй волне коронавируса необходимо быть готовыми уже сегодня, работая на опережение и предпринимать все меры по недопущению плохого сценария. Процент на курс лекарственных средств, 129% мы вышли. Со скаформации, я вам говорил, до двух месячного запаса, не снижаемый запас, мы будем по препаратам такую работу вести. Стофон, я сказал, да. Да, меморандумы немножко очень сложно идут, но на этой неделе, я думаю, мы уже подпишем. И вот система аптек будет работать через эскапа. Ряд главных поручений поставила Мандык Баталов и перед новым руководителем управления здравоохранения. На этой неделе прошло его назначение. Распоряжением Акима области им стал умер за окне Азбеков, ранее занимавший должность заместителя руководителя управления здравоохранения Алматинской области по лечебно-профилактической работе. Регион для него не новый, а потому все сложности недоработки в сфере он знает не понаслышке. Исправить ситуацию о здравоохранении области поставить на новый качественный уровень – главная задача нового руководителя. И, надеемся, медицинскую сферу ждут скорые перемены. Умер за окне Азбеков, окончил Алматинский государственный медицинский институт, в разные годы работал хирургом и заведовал хирургическим отделением в больницах региона. Сегодня, как никогда, важна слаженная работа медиков, от которой зависит наша с вами жизнь. Горькая весть омрачила эту неделю. 2 августа на 69-м году жизни скончался Жекслы Кушкемпиров. Олимпийский чемпион, герой труда Казахстана, заслуженный мастер спорта СССР, чемпион мира, заслуженный тренер. Его знала мировая спортивная общественность, о нем скорбит вся страна. Жекслы Кушкемпиров оставил яркий след в истории современного Казахстана. Благодаря его достижениям, большим победам в спорте, весь мир узнал о Казахстане, о наших выдающихся спортсменах, о наших сильнейших борцах. За свою жизнь Жекслы Кушкемпиров вырастил целую прияду выдающихся спортсменов. Слова соболезнования родным и близким чемпиона выразили жители всех уголков нашей страны и стран СНГ. Глубоко скорбит и глава государства с чувством горечи воспринял кончину прославленного спортсмена и общественного деятеля Жекслы Кушкемпирова, написал Касымжу Мартукаев на своей странице в Твиттер. С огромной болью воспринял весть о смерти известного спортсмена Иакимобласти. «Человек неимоверной силы, духа и доброго сердца, лучезарный, добрый и искренний», так написал на своей странице в фейсбуке Мандык Баталов. «Каждая наша встреча, отметил он, это был душевный разговор о самом важном, о благополучии народа, о развитии края, о важности спорта. Нас объединяли общие идеи и одни цели. Память об этом удивительном человеке будет жить в сердце вечно». Жекслы Кушкемпиров олицетворял целую эпоху. Он по праву был легендой и, несомненно, оставил ярчайший след в истории страны и каждого из нас, как выдающийся спортсмен, человек с большой буквы, настоящий патриот и славный сын Казахстана». Жекслы Кушкемпиров Жекслы Кушкемпиров первым из казахов стал обладателем Кубка мира, чемпиона мира и победителем Олимпиады в Москве. Благодаря его победам 40 лет назад мир узнал и заговорил о Казахстане, как и великой спортивной державе. Сегодня молодые палуаны равняются на легендарного героя спорта и достойно представляют свою страну на турнирах международного уровня. «В наше время попасть в советскую сборную было очень тяжело. Сейчас же для молодого поколения есть все возможности. Поэтому я хочу пожелать подрастающему поколению, чтобы они стремились к вершинам и достигали их, чтобы в дальнейшем они прославляли Казахстан». Обладатель множества государственных наград свой путь в большом спорте начал почти 50 лет назад. Главный секрет победы один – делился он. Это искренняя любовь к родине, огромное желание прославить родную землю. Именно патриотизм, подчеркивал он, должен быть движущей силой каждого. «Он отличался особой добротой, относился ко всем как к равным. Поэтому все любили его и относились с особым уважением. Он как-то рассказывал, что когда его не взяли на Олимпиаду, в 1976 году сразу посыпались приглашения представлять другую страну. Но как патриот своей родины, отверг все предложения. Это уже говорит о высокой морали и хорошем воспитании». Жахсул Кушкемпиров являет собой яркий пример мужества, стойкости, воли к победе и целеустремленности. На тренировках выкладывался по полной. Он сам слепил из себя многогранную личность и достигал успеха во всех своих начинаниях. «Я с ним тренировался очень много в 70-х, в начале 80-х годов. Это был пахар настоящий. Он работал до изнеможения. Как он восстанавливался, мы вообще удивлялись. Он 8 килограммов скидывал веса с 56 до 48 килограммов и при этом оставался в силе. Это очень тяжелый труд. И выигрывал. В 1975 году, когда была «Спартакяна народа в СССР», он выиграл у всех претендентов. Там были олимпийские чемпионы, чемпионы мира. В жаре 40 градусов, человек, скинувший 8 килограммов, всех выиграл подчистую. И был такой волнительный момент во время финала. Тренера сделали правильный психологический ход. Привезли на финальную схватку его маму, посадили в центр зала, в ложе почетной, одели в белое платье, белый платок и осветили ее. И когда он потом говорил, я увидел свою маму, я готов был порвать всех. Я как тигр бросился на своего соперника и выиграл ее со счетом 8-2. А это был олимпийский чемпион Шумаков. Коллектив телеканала ЖТСУ выражает глубокие соболезнования родным и близким Жакслыка Ушкемпирова. Его светлый образ навсегда останется в летописи Казахстана. Елеман Раимбеков, Мадивай Бессонов, телеканал ЖТСУ. Каждый ритм его сердца, каждое слово, каждый поступок был истинным образцом героизма. До последних дней Жакслыка Ушкемпиров неустанно трудился в сельском хозяйстве и внес неоценимый вклад в развитие аграрного сектора области, подчеркнул Амандык Баталов. Он не преследовал личные интересы и хотел быть примером для подрастающего поколения. Он и останется навсегда для нас примером, как человек огромной души, чистого сердца, несгибаемой воли и силы духа. И такие самые искренние и добрые слова Амандык Баталов написал о каждом из своих коллег, кого не пощадил коварный вирус и забрал в самом рассвете своих творческих и душевных сил. Сирикжан Бескемпиров, Ахмарзар Устамбеков, Кайрат Баймухамбетов, Жулан Умаров, Гульжан Сулеменова. Стольких сразу, выдающихся деятелей края, забрала страшная болезнь. Каждый из них внес огромный вклад в развитие региона, всецело отдаваясь своей работе до последних дней, оставаясь верными своему долгу и чести. Место каждого из этих людей для нас особенное, написал Аким области, а утрата невосполнима. Отныне специальный видеоматериал пронесет через года память о людях, которые своим делом оставили яркий след жизни страны и нашего края. Эпидемия коронавируса унесла и продолжает уносить жизни многих казахстанцев, в том числе и известных личностей Алматинской области. Вчера, 5 августа, на своей странице в Facebook Аким Алматинской области Амандык Баталов вспомнил своих коллег, с которыми он бок о бок работал в последние годы, и смерть которых для него стала невосполнимой утратой. В результате пандемии многие из наших близких и преданных отечеству людей преждевременно ушли из жизни. Образ каждого из них останется в нашей памяти. Для меня особое место имел каждый из моих друзей, соратников, коллег, жизнь которых оборвалась так неожиданно. Аким области очень тепло высказался о героях видео. Это наш первый олимпийский чемпион Жаксылыка Ушкемпиров, благодаря которому 40 лет назад мир узнал и заговорил о Казахстане, как о великой спортивной державе. Это Исириджан Бискемпиров, который внес неоценимый вклад в развитие коммунальной сферы и сельского хозяйства области. Акмурзар Устымбеков, заслуженный деятель Республики Казахстан, автор монумента Астана Байтирек, внес большой вклад в архитектурный облик не только крупных мегаполисов, но и города Талдыкурган. Говоря о Гульжиан Сулейменовой, автор поста отметил, что за свою жизнь она успела внести большой вклад в развитие края ЖТСУ, отличалась благородным характером и неравнодушием к проблемам общества. Также первый руководитель области подчеркнул патриотизм и вклад в экономическое развитие региона Жулана Умарова, стойкость и верность к клятве Гиппократа Кайрата Баймухамбетова. Трогательное видео нашло отклик в сердцах многих неравнодушных граждан. На данный момент страницу Акима области просмотрели более 17 тысяч пользователей и около 110 тысяч подписчиков одного только новостного портала ЗТБКИЗ с почти полуторамиллионной аудиторией. Фолловеры на себе прочувствовали горечь скорби и тронутые содержанием видеоролика делятся им в сети. Многие из подписчиков и сами столкнулись с тяжким временем утраты дорогих им людей. Зрители набирающего обороты видео почтили память ушедшим словами соболезнований поддержки в столь нелегкое для всех нас время. Айнур Мирханова, телеканал ЖТСО Талдыкурган. Вы смотрите итоговую программу АПТА. Мы продолжаем. В результате карантина в Казахстане в этом году убытки понесли более 800 тысяч компаний. Это объекты торговли, туризма и общественного питания. Пандемия оставила без дохода сотни субъектов бизнеса, которым первым оказался под финансовым ударом. Впрочем, если ежегодно на поддержку отечественных производителей выделялся порядка одного триллиона тенге, то в этом году сумма увеличена вдвое. Как далее поддержать предпринимателей и повысить занятость населения с бизнесменами и правозащитниками? Области обсудил Аманда Кбаталов на прошедшей в минувший вторник встрече. Бизнес-сообщества просят властей найти компромисс и смягчить карантин для субъектов бизнеса. Впрочем, здоровье население превыше всего отметило Акимобласти и призвал бизнесменов не только совместно найти оптимальное решение проблемы, но и оказать содействие в борьбе с коварной инфекцией. Какие пути взаимовыгодного сотрудничества избрали стороны, расскажет Дамир Анитов. Карантин продлен на две недели. Соответственно, бизнес-структуры несут убытки. Уже готовые к послаблению предприниматели ожидали постепенного возврата к прежнему укладу жизни. Однако болезнь никуда не исчезла. И чудо не произошло. Следовательно, карантинные меры сохраняются. Поступили обращения предпринимателей, бизнесменов нашего города и области о том, что постановление номер 23 от 2 августа непонятно, чем обосновано, потому что там очень ужесточились карантинные мероприятия. Действительно, карантинные меры ужесточены. Летники, парикмахерские, салоны красоты, пляжи закрыты. Однако это делается ради вашего же блага, заявил Аман Декбаталов. Именно благодаря ужесточению удалось добиться стабилизации эпидемиологической ситуации в регионе. Прирост болезни на сегодняшний день составил 1,2%. Сокращена нагрузка на больницы в два раза – с 98 до 46%. Кроме того, благодаря новосозданным ситуационным центрам и слаженной работе группы специалистов, количество тяжелобольных в провизорных отделениях снизилось со 133 до 41 человека. Летальность также пошла на спад. Увеличена выявляемость COVID-19 за счет ПЦР-тестирований. Общественный транспорт. Люди не могут добраться далеко до дачного поселка. Пусть вот этот перевозчик все требования выполняет, все это покажет. Примем решение, дадим. Он необходим, я еще раз. Рестораны я не дам. А вот такие вещи дадим, не дожидаясь 17-го числа. Самое главное – требования к представителям малого и среднего бизнеса. В случае, если объект соответствует всем санитарным нормам, то работать можно официально. К слову, выдавать акт готовности будет специальная мониторинговая группа, которая имеется в каждом районе и городе области. До 17-го они должны все это подготовить, после 17-го открываться работа. И вот управление предпринимательства, сам врачи, все они вместе должны пойти на этот объект и посмотреть. Коронавирус, жарай, хандай, лонжит снег, и после 17-го никуда не исчезнет. Мы должны научиться работать с этим, в этой ситуации, с коронавирусом. Потому что людям надо жить, надо в магазины ходить, какие-то эти. Конечно, есть те вещи, которые от начала до конца будут запрещены. На прошлой неделе прошло заседание Госкомиссии, на котором был предложен алгоритм запуска объектов поэтапного. Через портал инфоказахстан.кз каждый предприниматель может подать заявку и пройти уже предварительную проверку объекта на соответствующие санитарным нормам. Я думаю, всем предпринимателям нужно отнестись с полной серьезностью. Мы, в свою очередь, будем максимально возможно стараться с местным исполнительным органом решить вопрос взаимодействия и запуска объектов. Все вышеперечисленные меры позволили Алматинской области войти в пятерку регионов со стабильной эпидемиологической ситуацией. Это результат долгой и кропотливой работы, подметил Амандык Баталов. Однако, это не повод расслабляться. В маленьком текеле с населением всего 31 тысяча человек, 272 факта заболевания. В областном центре количество инфицированных 1022. В случае послабления мы рискуем потерять все, чего достигли. Считают санврачи. Большинство вопросов, которые мы сюда принесли, Амандык Габасович снял, потому что мы увидели, что в этом направлении работа идет, идет работа хорошая, мощная, финансово обеспеченная, материально обеспеченная. Недоработка в информировании каждого есть. Билборды у нас стоят, газеты печатаются, сеть, пожалуйста, информации нет. Поэтому мы пришли с предложением, чтобы эту информацию, которую мы здесь услышали, о которой нам все время говорят, чтобы она работала, доходила до людей. Все объекты будут открываться поэтапно, после карантина, с учетом эпидемиологической обстановки. Мы не можем рисковать жизнями людей. Как только болезнь начнет отступать, будут предприняты меры по послаблению, подытожил Акимобласти. В завершающую стадию перешли строительные работы на водохранилище в поселке Козелагаш Аксусского района. Благодаря работе гидротехнического сооружения поливных площадей стало больше сразу, на 750 гектаров. Но с целью дальнейшего мониторинга хода строительства плотины и обеспечения поливной водой полей в этом регионе, Аксусский район посетил заместитель главы Алматинской области Серег Турдалиев. Реконструкция ремонтно-восстановительной работы на Козелагашской плотине начались в декабре 2016 года с учетом всех современных технологий. За 3,5 года на гидросооружении силами 200 специалистов строительных специальностей были проведены ремонтно-восстановительные работы тоннельного водовыпуска и канала катастрофического водосброса, а также вновь отстроена плотина и водозаборный гидроузел. Это обошлось казне в 5 миллиардов 600 миллионов тенге. Сейчас ведутся заключительные работы по запуску автоматизированной системы управления и локальных систем оповещения. Следует отметить и высокую социально-экономическую отдачу проекта. Это создание дополнительных рабочих мест, а за счет эффективного водообеспечения увеличение объема сельхозкультур. Сейчас Козелагашское гидросооружение, способное вместить в себя 42 миллиона кубометров воды, наполнено почти наполовину. Причина тому засушливые погодные условия. В данный момент по согласию главного инженера проекта 2019-2020 год, орошаемый сезон, мы набрали 20 миллионов кубометров, подаем воду на 700-750 гектаров земли Козелагашского массива. Пропускная способность 38 кубов, а катастрофическая водосброса 90 кубов. Заместитель Акима Алматинской области Серик Турдалиев отметил необходимость бесперебойного обеспечения аграриев района поливной водой. Специалисты, в свою очередь, уверяют, после полного введения в эксплуатацию плотины в 2021 году, ее водами можно будет оросить до 8 тысяч сельхохозяйственных земель. На сегодняшний день около 200 крестьянских хозяев в близлежащих сел используют поливную воду из Козелагашского накопителя. Вода, где речки, у нас, вот они сказали, сейчас полив мы сделаем, урожай получим, я так думаю, воды должно хватить в плотине. Мы рассчитываем 50-60 тонн с гектара получить. Вот сейчас один полив сделаем, и еще, да, с Бога один полив сделаем. 50-60 тонн. Урожайность будет прошлогодняя. Козелагашское гидросооружение также обеспечивает водой рыбное хозяйство Каратал. В этом году в озеро запущено 7 миллионов мальков сазана. Серик Турдалиев встретился с предпринимателями рыбхозяйства и ознакомился с его развитием и ходом проводимых работ. Нас отклонили. Два раза выходили, мы указывали. Одним из гладообразующих предприятий района является сахарный завод. Здесь на 80% обновили производство. От свеклоперерабатывающего до продуктового цехов. На двух из четырех котлов местной ТЭЦ также идет реконструкция. К слову, на предприятии работает 175 человек. В настоящее время они готовят производство к сезону сбора сахарной свеклы. В этом году планируемый урожай сладкого корнеплода в Аксузском районе составляет 150-200 тысяч тонн. Готово примерно на 35-40%. Ожидаем, что к 20-25 сентября приемка свеклы завод будет готов к приему свеклы. Около 190 крестьянских хозяйств, выращивающих свеклу, сдают урожай на переработку на Аксузский сахзавод. К примеру, в прошлом году Аксукант переработал порядка 2000 тонн сладкого корнеплода. Хотя мощность завода на сегодняшний день составляет 4000 тонн. Заместитель главы региона уверен, что благодаря усовершенствованию двух мощных составляющих гидротехнического сооружения в Козелогаше и сахарного завода в Аксу нам удастся решить несколько насущных проблем. Благодаря различным программам финансирования, когда эта регуляционная программа заработает, будет дополнительно вовлечено поливные площади, массив только в Аксуйском районе более 7000 гектар. Благодаря программе поручению Эльбасы, поручению Мадыга-Ваща завод восстановили, он уже несколько лет выдает продукцию и в этом году нам нужно тоже обеспечить полностью его сырьем. Хоть год был сложный, карантин, но тем не менее виды на урожай неплохой. В целом в Алматинской области к 2021 году планируется вовлечь сельхозоборот более 130 тысяч гектаров земель. Евгения Присажная, Мадиба Ибасынов, телеканал ЖТСУ. Вопрос занятости населения первостепенной важности в Казахстане он решается благодаря реализации государственных программ. Одна из них Дорожная карта занятости 2020 так по состоянию на 1 августа по данной программе трудоустроено более 20 с половиной тысяч человек. Из них более тысячи направлены на социальные работы. Впрочем, основные задачи Дорожной карты это еще и возведение важных социальных объектов. Их в крае ЖТСУ будет 977. Работы по реализации проектов активными темпами идут во всех регионах области. В районах реконструируются школы, детские сады и дома культуры. Решаются вопросы благоустройства дворов, электро- и водоснабжения. Более подробно о реализации программы Дорожная карта занятости смотрите в следующем материале. Реализация государственной программы Дорожная карта занятости на постоянном контроле руководства края. А потому очередное совещание первого заместителя Акима области Лизата Турлашева с регионами посвящено именно этой теме. Недостатки есть. Это в первую очередь отставание от сроков сдачи объектов. Такие замечания были сделаны руководству Коксусского, Каратальского, Толгарского и Карасайского районов. Однако в целом программа реализуется весьма активно. Решаются многие актуальные для регионов проблемы. Так, в скором будущем в области появится еще семь школ. Новые учебные заведения будут сданы в эксплуатацию в Ильиском, Жамбылском, Генбекши-Казахском и Карасайском районах, а также городе Талдыкурган. В настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация на все объекты. Строительство планируется начать осенью. Сегодня же в 42 школах региона ведется капитальный ремонт. Поселки Рудничные Алматинской области ради безопасного передвижения школьников этим летом проведены работы по капитальному ремонту тротуаров протяженностью 1300 метров. В рамках дорожной карты занятостью в поселке идут работы по благоустройству футбольного поля с искусственным покрытием. Идея строительства спортивной площадки около школы, в стенах которой обучаются 180 ребят, принадлежит сельчанам. Общая сумма данного проекта составляет более 25,5 миллионов тенге. В обустройстве футбольного поля задействованы 12 человек, шестеро из которых трудоустроены через центр занятости. Однако, сроки сдачи спортивного объекта, по мнению главы Моногорода, необоснованно затянуты. Они должны были завершить 12 июля, вот 12 августа месячный срок проходит. Если до 12 августа они полностью не завершат, с резиновым покрытием, мы материал передадим суд. В Коросайском районе программа дорожная карта занятости позволит решить одну из самых актуальных проблем жителей. До конца года населенные пункты обеспечат централизованным водоснабжением. Качественную питьевую воду проводят в селах Кайнар и Турар. До недавнего времени жители села Турар были вынуждены пользоваться колодезной водой. Новая водонапорная башня сможет вместить в себя 907 кубометров воды. А протяженность системы водоснабжения составит 27 километров. На сегодняшний день работы завершены почти на 70%. Чистая вода поступит в дома уже в сентябре, заверили эксперты жилищно-коммунального хозяйства. На сегодняшний день по Карасайскому району реализуется 62 проекта по программе дорожная карта занятости 2020. А по линии жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции на сегодняшний день реализуется только 23 проекта. Водоснабжение, строительство системы водоснабжения, водоотведение, электроснабжение, уличное освещение. Данные все объекты, 23 объекта, планируется реализовать в 2020 году. По дорожной карте занятости в Ильинском районе реализуется сразу 89 различных проектов. Особое внимание местные власти уделяют благоустройству дворовых площадок в сельских округах, а точнее их качеству. В поселке Буралдай идет реконструкция сервисного Акимата. Открытие планируется уже в этом месяце. Трансформация привычных кабинетов формат Open Space направлена на взаимодействие с населением и будет способствовать искоренению бытовой коррупции, считают представители Акимата. Большая работа ведется и в Жамбылском районе. 50 крупных проектов. Один из них дом культуры в селе Суранши-Батыр. Необходимость в его строительстве местные жители испытывали долгие годы. В населенном пункте совершенно не было условий для проведения досуга молодежи. Теперь ситуация изменится в лучшую сторону. Но главное, говорят сами жители, что реализация программы дала возможность трудоустроить свыше двух тысяч человек. Я устроился через Центр занятости района. Увидел в интернете о программе Дорожная карта занятости, подал заявку, собрал документы. Меня трудоустроили в своем ауле. С 15 мая я работаю в этой строительной компании. Мне удобно, семья рядом. Заработная плата хорошая, зависит от выработки. В месяц получается 120-150 тысяч деньги. Согласно плану, в инфраструктурных проектах должны участвовать 50% местных жителей. Центр занятости районов осуществляет мониторинг трудоустройства безработных, а также курирует создание новых рабочих мест. Так уже сегодня по программе Дорожная карта занятости трудоустроено 20,5 тысяч жителей Алма-Атинской области. Надежда Белова, Мадиб Айбасынов, Ерболтан Телов, телеканал ЖТСУ. Прозрачность во всем. Волонтеры и представители НПО решили лично узнать, как обстоят ситуации по обеспеченности медикаментами и оборудованием в больницах Алма-Атинской области, а также в каких условиях работают медики. Так специально созданная группа общественного контроля посетила ряд объектов здравоохранения региона и своими глазами увидела текущую ситуацию. Общественный контроль призван мониторить и давать объективную оценку происходящему в больницах и аптеках. Это нужно для того, чтобы позволить решать системные вопросы с участием местных исполнительных органов. Первым делом гражданские активисты посетили областную больницу, в которой на данный момент, по словам администрации, ситуация стабильна. Однако это только на словах. Посмотреть воочию, как трудятся медики, убедиться в достатке лекарств, оборудования, средств индивидуальной защиты общественников в спецпомещения не пустили, комментируя это тем, что они находятся в условно грязных зонах. К слову, эффективность работы оценивается по 16 критериям. Обеспечение медицинскими... СК-формация на прошлый понедельник приезжала, сейчас накладные принесут гуманитарные... Меня не это интересует, меня интересует по протоколу, который лечится... По протоколу все есть у нас лекарственные приталки? Все 13 наименования? Все 13 наименования. Вы их все можете нам показать? Показать без проблем. Все. По одному, если вот так вот принесут, по одному... Не так, склад. Мне нужен склад. Склад я не могу, это условно грязная зона считается. Бородамда Киндремс, по ЧК, все инструкции пройдем и посмотрим. Все собранные данные идут напрямую в Минздрав страны. Уже там эту информацию обрабатывают и дают время на устранение всех проблем. Был создан экстренный этот общественный контроль для мониторинга, чтобы видеть реальную картину происходящего. Этот мониторинг даст, знаете, правильное использование ресурсов, правильное использование медоборудования. Благодаря нашему вот такому движению были закуплены 4 тысячи концентратов. Они по всей республике разговаривают. По всей республике были доставлены медицинских препаратов, лекарств. Ситуация стабильная в Текилийской городской больнице. Группа общественного контроля убедилась в этом лично. Это и хорошее питание для пациентов и медперсонала, и оснащенное средствами индивидуальной защиты, и полный список лекарственных препаратов. Согласно графику, поступление медикаментов идет через СК-формацию. То есть каждый месяц у нас поступление идет. Когда у нас идет изменение протоколов, у нас есть такая функция в программе Эфиз. Она называется заказ доп.объема. Мы тут же открываем этот доп.объем и поиск аформации, если эти препараты есть, мы заказываем доп.объем, согласовываем эту заявку с дистрибьютором, и согласно графику они потом нам эти поставки дают. У нас есть акт мониторинга, то есть по всем пунктам мы получили себе нужную информацию, получили доступ, самое главное, к медикаментам. То есть по протоколу все препараты у них имеются и получили доступ в пищеблок, то есть увидели запасы продуктов, промониторили в целом работу. Руководством в этой больнице чувствуется, что есть настоящий хозяин. Стоит отметить, общественный контроль создан по инициативе Министерства здравоохранения. Свою работу он начал в середине июля. Члены мониторинговой группы за это время успели посетить больницу Алматы из-за КО. Алексей Цоя, Блайкутыкбай, телеканал ЖТСУ. Ну а тем временем волонтеры Капшигая призывают вместе победить пандемию. В прошлые выходные они вышли на улицы города и раздавали автомобилистам стикеры с призывом носить медицинские маски. Желающих разместить наклейку на стекло авто нашлось немало. Надпись «Носите маски» сразу бросается в глаза. На это и нацелена акция «Стопков-2020», говорят организаторы. Мероприятие уже поддержали волонтеры и других регионов области. Впрочем, акция сейчас приобретает республиканский масштаб, следуя за волонтерами города Алматы, которые первыми поддержали призыв главного государственного санитарного врача Казахстана. Мы хотим призвать граждан к пониманию того, что мы сами несем ответственность за наше здоровье и здоровье наших близких. И объяснить то, что маски – это самый простой способ защитить себя и своих родных. Так что призыв данной акции к тому, что мы справимся с данной трудностью только вместе. И чтобы все носили маски. Всем тем, кто согласился наклеить данные стикеры, всем тем, кто носит маски в нашей стране, мы хотим сказать спасибо. Спасибо за то, что носите маски. Ну, а как выяснилось, не все согласны с постановлением главного санитарного врача страны и просто пренебрегают правилами карантина. Тем временем несознательность, способная привести к второй волне вирусной болезни, так Европа уже готовится к такому положению дел. В связи с чем власти Великобритании, Германии и ряда других стран решили не ослаблять карантинных мер. До 17 августа они продлены и в Казахстане. Сейчас статистика заболеваемости в нашей стране медленно, но верно идет на спад. И этот результат нужно непременно закрепить, считает президент. На сведение болезни к нулю направлено и постановление главного государственного санитарного врача страны об ограничении проведения различных семейных мероприятий, дальнейшем социальном дистанцировании и обязательном ношении масок. Но только в помещении, но и на улице. Насколько ответственно граждане подходят к соблюдению установленных норм в нашей области? Санврачи и полицейские провели совместные рейды с целью проверки соблюдения населением норм карантинного режима. С ними был и наш корреспондент Рустам Оралбаев. Вы знаете, что проведение массовых семейных мероприятий под запретом. Пригласите, пожалуйста, организаторов этого торжества. Жильцы дома 2Б по улице Курманова готовились к встрече большого количества гостей на проводы невесты, но столы оказались накрыты напрасно. О предстоящем празднике узнали соседи горе-нарушителей общественного порядка и сразу же сообщили в соответствующие органы. Итогом стал наложенный штраф в размере 30-ти месячных расчетных показателей. Как только нам поступило сообщение о проведении КСУЗАТУ, на место сразу же отправилась мониторинговая группа. Она провела разъяснительную работу и на организаторов праздника был наложен штраф на сумму 83 340 тенге за нарушение карантинного режима. Торжество было прервано и гостей отправили по домам. Видеоролик о разобучении правонарушителей выложили в соцсети. Публикация сразу же набрала несчетное количество просмотров и комментариев. Мнения разделились. Одни пользователи громогласно заявляют о халатности инициаторов массовых мероприятий и считают, что их проведение опасно для жизни. Другие же, напротив, утверждают, что организация торжественных событий личная прерогатива каждого гражданина. Наш народ не пробиваем. Умирают родственники, знакомые. Сидим на карантине. На работу надо выходить. А вот из-за таких неизвестно, когда это закончится. Включите мозги, люди. Что же теперь? Не жениться? А если это не терпит, сколько можно терпеть этот маразм? Можно и умереть, не дождавшись своей свадьбы. Разве вы имеете право входить на чью-либо частную территорию? Это правомерно? Даже если у вас на руках имеется постановление санврача, это не дает вам права вот так входить в чей-то дом. Для всех закон одинаковый, будь то свадьба или худалых. Запрет есть запрет. Можно обойтись и без свадьбы. Главное, чтобы родители познакомились и добро дали. Не до посиделок. В целом, по городу подобных нарушений и постановления главного государственного санврача зарегистрировано еще семь. Стоит отметить, самовольные граждане, организовывая массовые торжества, подвергали опасности не только себя, но и приглашенных гостей. Виновные лица были привлечены к административной ответственности в соответствии со статьей 425, часть 1 Кодекса Республики Казахстана об административных правонарушениях. На всех виновных составлены административные протоколы и вынесены наказания в виде административных штрафов. Общей сложностью у нас сейчас более 5 миллионов тенге штрафов наложено. Сейчас штрафов, вы считаете, размер штрафа идет до 30 мрп на виновных лиц. Запрещенные массовые гуляния пресекли стражи порядка в регионах. Нежданными гостями на сватовстве в Реймбекском районе стали представители местной мониторинговой группы. Сватовство для участников церемонии закончилось административной ответственностью. Денежному наказанию подверглись и владельцы ресторана САС в городе Жаркент. Торжество в честь двух влюбленных закончилось неожиданно быстро. На сегодняшний день в Палматинской области зафиксировано 198 нарушений карантинного режима среди населения и 45 на объектах частного предпринимательства. В первую очередь наша съемочная группа отправилась в село Балпукпик Оксусского района. Очередной рейд был организован в час пик. Люди выходили на вечернюю прогулку, возвращались с работы. Увы, не все из них строго придерживаются предписанных норм. В частности, не носят масок, не соблюдают дистанцию. Были созданы семь групп, из них четыре мобильные группы и три пеших групп. Мы совместно с МИО производим все разъяснительные работы по санитарным режимам. При создании мобильных групп был выявлен факт нарушения масочного режима. Все материалы собраны, переданы в СЭС района. Предприниматели более добросовестно отнеслись к поставленной перед ними задаче. Торговые объекты оборудованы достаточным объемом санитайзера, масок и перчаток. Однако персонал, хоть и знает установленные санитарные нормы, не всегда соблюдает их со всей строгостью. Уже не оказалось? Уже с генералом? Да, уже сто минуты. За нарушение карантинного режима предусмотрена административная ответственность. Однако власти с пониманием относятся к ситуации. Вместо штрафов в рамках рейда ввелась разъяснительная беседа. Обеспечивался надзор за соблюдением предписанных норм. По Коксусскому району у нас работает 11 мобильных групп, 9 у нас в сельских округах и 2 мобильных группы. У нас здесь на районе работают. В день 4 раза в рейд проводим. В составе 60 человек. Проверяем все саннормы. В Толдукургане ситуация с соблюдением режима карантина схожа. Несмотря на вероятность второй волны коронавируса, уже случившейся в нескольких странах, многие люди недостаточно серьезно отнеслись к постановлению главного санитарного врача об обязательном ношении масок на улицах и соблюдению социальной дистанции. В составе мониторинговой группы ежедневно проводятся рейдовые проверки по вопросам соблюдения карантинного режима и соблюдения санитарных норм. В ходе проведения мероприятия охвачено более 400 объектов. Работа на данном направлении продолжается. Напомним, что карантинный режим в республике продлен до 17 августа. До тех пор гражданам придется с полной ответственностью подходить к соблюдению всех установленных норм. Это позволит избежать и административной ответственности, и второй волны вирусной болезни. Рустам Аралбаев, Адина Смогулова, Надир Хамзин, Ярвана Замбай, Асет Бекбетер, телеканал ЖИЦУ. В Казахстан прибыл гуманитарный груз, направленный Всемирной Организацией Здравоохранения. Спецборд доставил в Алматы 200 кислородных концентраторов. Груз будет направлен в СК-формация и далее распределен в медицинские организации страны. Впрочем, к масштабной акции присоединяются и простые люди. Акция «Вирус добра» набирает обороты вступать новое, так необходимое сегодня оборудование для больных коронавирусом. Свою лепту в благое дело на этой неделе внесли и депутаты Талдыкурганского городского маслехата. На собственные средства они закупили самые востребованные на сегодня средства кислородные концентраторы. В Алматинской областной больнице количество концентраторов кислорода увеличилось еще на 7 единиц. Стало возможным это благодаря депутатам городского маслехата, которые изъявили желание внести свою лепту в борьбу с пандемией и приобрели их за счет собственных средств. По словам врачей, теперь аппаратов, снабжающих кислородом нуждающихся в этом пациентов, имеется в провизорном и инфекционном отделениях больницы в достаточном количестве. В областной больнице в провизорном отделении наблюдается 112 пациентов с пневмонией. В больнице 64 концентраторов практически на сегодняшний день хватает по тяжелым пациентам, которые есть необходимость кислородных концентраторов. Как подчеркнула руководство медучреждения, это уже третья благотворительная акция. Общими усилиями неравнодушных жителей Житцузского края безвозмездно на баланс больницы передано уже 29 концентраторов кислорода. Стоит отметить, что подобного рода мероприятия проводятся и под началом Общественного совета Талдыкургана. По его инициативе в городе создан специальный штаб, занимающийся сбором средств в борьбе с коронавирусом. На сегодня мы еще дополнительно взяли по больницам на 5 миллионов лекарств сегодня тоже оплачиваем и раздаем. Эти лекарства бесплатны за счет фонда. Ну и мы, самое главное, стимулируем работников. Особо отличившиеся работников. Это будет врач, медсестра. Их мы будем премировать. Отметим, что в связи с резким увеличением инфицированных коронавирусом на базе Алматинской областной больницы в прошлом месяце было развернуто инфекционное отделение. На сегодня в нем получают стационарное лечение около 100 пациентов. Всего количество выздоровевших и выписанных из провизорных инфекционных отделений областной больницы составляет почти полторы тысячи человек. Айнур Мирханова, Асиат Дюсенбек, телеканал ЖЭЦУ, Талдыкурган. Герои носят маски. Современный мир привык считать героями фантастических персонажей. Однако теперь мы все больше склоняемся использовать это слово в отношении тех, кто ближе. Сотрудники медицинских учреждений ежедневно совершают безмолвные подвиги на благо людей. Их бескорыстная жертва уже спасла тысячи жизней, и они продолжают исполнять задачу первостепенной важности. Благодарные люди выражают признательность за себя и своих близких самыми разными способами. Так, Талдыкурганский художник-дизайнер Ирки Гали и Мангали начал работу над созданием арт-объекта, показывающим отношение граждан к тем, кто на передовой в борьбе с вирусной болезнью. Они дни и ночи работают на передовой, не видят семьи, родственников, они уже несколько месяцев живут в больнице. И вот мы видим, как во всем мире их вот так поддерживают, и почему бы и на нашем городе не поддержать их. Сейчас героев, как героев, если взять, то знают молодежь, в основном, только их. И чтобы вот мы поставили так, чтобы врачи стояли с ними наравне, и чтобы молодежь быстрее поняла. Данные эскизы изображают себе супергероев сегодняшнего дня. Это были главные события уходящей недели. Мы продолжаем следить за новостями. Подробности о самых главных расскажем вам ровно через неделю в это же время на телеканале ЖТСУ. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин